Пойду в Марксиспенсер. Марксиспенсер достаточно дорогой магазин и здесь, кстати, не только одежда, но и еда. Салатики всякие мои любимые, что они там стоят, 2,90 вот такой маленький, 4,50 вот такой, всякие булочки, то, что угодно. Кстати, вот эти вот соки очень вкусные, смузи. Тут горячая еда, hot food, ну и так далее. Но мы идем на второй этаж в женскую одежду, цветы, фрукты, все есть на полках, ничего не исчезло. Открыточки, куча открыток, цветы, цветы, цветы. На второй этаж. Очень огромный шопинг-центр. И мы посмотрим, что там находится. Кстати, я сказала, что мне ничего не надо из одежды, но мне нужны ботинки, потому что мои сапоги провались. А тут вот даже 50% скидка. Сейчас посмотрим что-нибудь. Обувь тут находится в отдельном отделе, но я пока не могу найти, где у них... А вот ботиночки неплохие. Люблю белые ботинки. Где у них распродажи на обувь? Нашла распродажи. Вот здесь написано все вот эти ботинки. Если цена была такая, 9 фунтов, то теперь 4. Вроде бы как. Вот эти можно. Мне нужно что-то на несколько блоков. Наверное, вот такие. Замшивые неохота брать. Что тут еще есть? Такие. Я уже видела. Высоковатка блок. Здесь фигня. Я такое не ношу. Может, вот такие. Беленькие. Вроде тоже ничего. Как они стоили? 19 фунтов сейчас. Стоили 39,50. Но 19 фунтов для меня дороговато. Я привыкла на распродажах покупать подешевле. А фунтов за 5, максимум 10. Не знаю. Посмотрим. Конечно, скидки еще всего лишь 50%. Это не те скидки, к которым я привыкла. Какие-то платья городские. Здесь какое-то беленькое. Что тут еще есть? Серое. Нет. Вообще, какая-то деревня нынче в моде у Маркса Спенсера. Желтая маячка неплохая. Пальтишки. Пальтишки неплохие. И вот фиолетовую грудничью. Эксель. Но вряд ли оно Эксель. Восьмой размер. 32 фунта. Море, море, море распродаж и нечего взять. Я и не собираюсь. А вот, кстати, пиджачки. Ничего, можно так посмотреть. Я такие люблю. Они были 35, стали 20. Нет. Я покупала их по 7 фунтов на eBay. Поэтому за 20 фунтов я не буду покупать пиджак. Тем более цвет не очень-то и мой. Вот эта вот мне понравилась. Но она новая вроде бы. Или не новая. Очень такая. Ну, я люблю такие полосатые маечки. А нет, со скидкой. Но все равно 12 фунтов стоило 25. 12 фунтов это 1000 рублей. 1000 рублей за вот эту майку нафиг надо. Ну, вот как-то так я все это покупаю. Смотрю, отбираю. То есть сейчас 50% скидка. И вот так вот, когда 50% скидка, я просто прихожу в магазин и смотрю, что можно купить. С чего, вот как вот, допустим, этих блузок в море и никто не берет. Ну, конечно, надо смотреть, какие размеры. Ну, вот 14-й мой размер. 14-16 у меня размер. По-моему, это 40-50 по-русски. Да, 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 да. Я не худенькая. В общем, что я нано покупаю в Максе? Это штаны и пиджаки. Вот свитер неплохой. И всего лишь 17-50. Но размеры всегда с размерами проблема. Это размер XS. Не мой. Худеть под такое я не хочу и не собираюсь. Кстати, сегодня на мне пальто от Маркса Спенсера. Штаны вот такие вот. Тоже от Маркса Спенсера. Сапоги купила в Питере. Галоши такие, чтобы под дождем ходить. Но они провалились. Здесь все поралось у меня. И надо мне купить что-то новенькое. Но без каблука. У меня очень все на огромном каблуке. На огромных. И ходить, бегать по городу очень непросто на каблуках. Поэтому, когда я куда-то еду, я чаще всего беру без каблуков. Ну вот, пошли дальше. Искать мне штаны. Ну и здесь спортивка. Selected items. Вот и штанишки. Так, что мне надо? Цвета какие-то. Я такие не люблю. Все такое темное. Все такое не весеннее. Что даже не знаю, нужно ли мне это. Потому что штанов у меня, в принципе, есть. Но если Mark Spencer есть со скидкой, можно бы и прикупить что-то. Это спортивные какие-то. Синие штаны. С полоской посредине. Можно и такие купить. Спортивки я люблю. Качо стоит 16 размер, 15 фунтов. Прямо мое-мое. Такими штанами. Как-то повернуть сможете. Вот такие штаны. Но внизу вот такая резинка. Ну и тут купальники. Купальники все какие-то разношерстные. Единственное, который мне более-менее понравился, он какой-то тусклый. Вот такой купальник. В середине с таким пластмассовым квадратиком. Плавки вот такие. Тоже с пластмассовым квадратиком. Плавки стоили 14, теперь 9. А лифчики стоили 22,50. Теперь 11. То есть купальник будет 20 фунтов. Это со скидкой. И это будет 2000 рублей. Ужас. Я обычно в Марксе покупаю вот это вот все. Вот это 5 и это 5. Это максимум, что я тратила на купальники. Парапки, шарфы. В общем все весенние, осенние, зимние скидки. Вот такие перчатки 5 фунтов нормально. Стоили 10. Я такие за 1,70 купила. Кстати, они у меня сейчас с собой. Черные. Я бы еще белые прикупила. Если бы были вкладчики. Ну, мне ничего не надо. У меня все есть. Так. И аксессуары. Вот ободочек. С жемчугом я все люблю. Жемчужные. 4,75 дорого. Я такое за фунт могу взять. Бусики. Ну, какие-то 9,75. В общем все еще пока дороговато. Ободки какие-то ужасные. Стимулсы неплохие. Ну, 8,75. Я такие взяла за 4 фунта в прошлом году. А вот новая коллекция. Что нынче будет в моде. Какие сережки. У меня, конечно, таких нет. Но это вообще не мой стиль. Вообще. Разве что вот эти. Эти неплохие. Я люблю серебряные. Серьги. Или вот такие. И все остальное, но не мое. Вот такие еще ничего. Я люблю длинные серебряные. Чтобы весели. Пусы. А, еще жемчуг. Да, жемчуг я люблю. Но тут все. Да, жемчуг я тоже люблю с серебром. Но тут его нет. Тут все золотое.